Айфон SE 2020 Итак, начнем с самого очевидного. Новинка представлена в трех цветах. Белый, черный и красный. По накопителю варианты следующие. Базовые на 64 гигабайта, 128 и 256. Никакой магии, все очень даже ожидаемо. По экрану ситуация вышла такой. Айфон SE получил 4,7 дюймовый Retina HD экран с диагональю 4,7 дюймов. То есть, это тот самый формат iPhone 8, который мы все так долго ждали. Естественно, тип матрицы IPS. Ваши глаза скажут спасибо за такое решение. Разрешение экрана составило 1334 на 750 точек. Плотность пикселя, соответственно, 326 на дюйм. Поддерживается технология TrueTone, которая оберегает ваши глаза от вредного голубого свечения и подстраивается под температуру освещения окружения. Разумеется, тут мы получили всем нам давно знакомую и любимую сенсорную кнопку Home с тактильным откликом при нажатии. Конечно, самое главное здесь то, что благодаря компактному форм-фактору вы всегда сможете дотянуться пальцем до любого угла экрана смартфона. Сердцем iPhone SE 2020 выступил актуальный флагманский процессор Apple A13, который сейчас установлен в устройствах iPhone 11. Мощности вам точно хватит на очень и очень долго. Также реализована защита от брызг и пыли по стандарту IP67, что позволяет погружать устройство в воду на глубину до 1 метра на 30 минут. По камере ситуация вышла опять же очень ожидаемая. 12 мегапикселей, портретная съемка, оптическая стабилизация изображения, Smart HDR. Видео смартфон снимает с разрешением 4К до 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получила 7 мегапикселей и также поддерживает портретный режим. Разумеется, Apple Pay есть и прекрасно себя чувствует. Поддержки работы в сетях пятого поколения нет, а вот со всеми остальными беспроводными подключениями полный порядок. LTE, Bluetooth, Wi-Fi, все будет работать как надо. Также радует наличие стереодинамика. По заверению самих Apple устройство от одной зарядки работает столько же, сколько и оригинальный iPhone 8. Также есть поддержка беспроводной зарядки и быстрой 18-ваттной зарядки. А приятным бонусом будет то, что iPhone SE поддерживает две сим-карты, одну Nano SIM и одну eSIM. Смартфон будет поставляться в комплекте с блоком питания, проводом Lightning и проводными наушниками. А вот плюс версию iPhone SE, увы, нам не показали. По ценам ситуация следующая. Версия на 64 гигабайта получила ценник в 39 990 рублей, 128 гигабайт в 44 990 рублей, а за 256 гигабайт попросят в 53 990 рублей. Старт продаж намечен на 24 апреля. Так, как вам такой iPhone SE? По-моему, это то, что нам всегда так и было нужно. Прекрасное устройство в компактном корпусе и с топовыми характеристиками. Или же вы ждали безрамочный iPhone SE? Ваши мысли по этому поводу прошу оставлять в комментариях. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные, конечно же, отвечаем. Главное, не забывайте подписаться, оценить видео лайком и нажать на колокольчик, чтобы совсем приятно было. Субтитры сделал DimaTorzok